Максимальное упрощение. Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок установления инвалидности и развивать центры реабилитации. Право родителей на отдых. Депутаты окружного собрания поддерживают проект федерального закона, который должен наделить правом родителей, имеющих двух или более детей, использовать оплачиваемый отпуск в любое удобное время. Здравствуйте! С обзором основных событий этого дня с вами в студии Илья Сахаров. В России будет упрощена процедура получения инвалидности. Такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение дано по итогам встречи 5 декабря с инвалидами и представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие инвалидам. Так, до 1 марта 2018 года Кабмину поручено для упрощения процедуры установления инвалидности внести изменения в приоритетный проект электронное здравоохранение, предусматривающий возможность обмена необходимыми документами, в том числе в электронном виде между организациями здравоохранения и учреждениями медико-социальной экспертизы без участия граждан. К этому же сроку правительство и власти регионов должны будут доложить о мерах по созданию и развитию региональных муниципальных центров комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. К 1 февраля Кабинету министров предстоит доложить президенту о принятых мерах по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста и обеспечению приема инвалидов на работу в соответствии с уровнем их профессиональной квалификации. Окружным родителям, имеющим двух и более детей, упростят право на отдых. Планируется, что они смогут провести отпуск в любое удобное для них время, независимо от графика. На рассмотрение собрания депутатов поступил проект федерального закона о внесении соответствующих изменений в статью Трудового кодекса. Разработчики законопроекта предлагают изложить ее в новой редакции, которая предусматривает, что одному из родителей, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, ежегодно оплачиваемый отпуск предоставляется по желанию в любое удобное для них время. На сегодняшний день действующая редакция Трудового кодекса предусматривает такое право исключительно для лиц, воспитывающих ребенка инвалида, и не устанавливает преференции в предоставлении оплачиваемого отпуска для других категорий лиц, имеющих детей. Соответствующая норма действовала с начала 80-х годов, однако в марте 2017 года была отменена. По словам вице-спикера регионального парламента Татьяны Бадьян, в адрес собрания депутатов часто поступают обращения от жителей округа с просьбой вернуть им установленное ранее право. Поэтому окружные депутаты полностью поддерживают законопроект. В ходе заседания Палаты законодательных предложений принято решение рассмотреть инициативу федеральных коллег на ближайшем заседании комитета. Проект федерального закона является одним из элементов защиты семьи и материнства, направленного на исполнение указов президента Российской Федерации, которые направлены на повышение уровня демографии, коэффициента рождаемости и увеличение продолжительности жизни населения России. На развитие предпринимательства в Ненецком округе федерация выделит 19 миллионов рублей. Заявку региона на получение федеральных средств предварительно одобрили в Минэкономразвитии России. Соответствующее соглашение должно быть подписано до 15 февраля 2018 года, после чего федеральные средства пополнят окружную казну. Объем получаемых средств напрямую зависит от того, сколько заложено на эти цели в региональном бюджете. В региональном бюджете текущего года на развитие предпринимательства, в частности развитие инфраструктуры, поддержки бизнеса и на содействие молодежному предпринимательству, заложено 11 миллионов рублей. Таким образом, 19 миллионов федеральных средств вместе с предусмотренной региональной частью будут направлены на реализацию различных программ по развитию предпринимательства в регионе, например, создание акта МФЦ, Центра развития бизнеса, обучающие семинары, тренинги и прочие мероприятия. Всего на финансовую поддержку окруженных предпринимателей в региональной казне на 2018 год предусмотрено 28,5 миллионов рублей. На гранты и субсидии порядка 17,5 миллионов. Прокуратура России отметила 296-ю годовщину со дня образования. С профессиональным праздником сотрудников окружного ведомства поздравил Александр Цибульский. Глава региона в своей поздравительной речи отметил, когда структура отмечает свой день рождения, 296-й год подряд, слова о том, что она доказала свою эффективность излишней, это проверено временем. Александр Цибульский подчеркнул также, что независимо от социального статуса человека, будь то бизнесмен или чиновник, рабочий или врач, каждый в нашей стране имеет право на защиту со стороны прокуратуры. По мнению главы региона, жители Ненецкого округа это право активно реализуют. Граждане, они понимают, что вы стоите на страже и действительно эффективно защищаете их жизнь, их свободу, их права. И я хочу в этот день пожелать, чтобы прошло еще 300 лет, а жители будущей России также чувствовали, во-первых, что ваша организация продолжала эффективно работать и существовать, а граждане продолжали чувствовать и видеть вас, надежных защитников своих прав и свобод. В ходе торжественного мероприятия ведомственными наградами федерального и регионального масштаба были награждены сотрудники регионального органа правопорядка и представители средств массовой информации. В Ненецком округе назвали лучших журналистов по итогам 2017 года. В конкурсе «Золотое пюро» приняли участие 18 представителей региональных СМИ, журналисты и коллективы редакций. Православную часовню открыли сегодня в деревне Куя. Село основано в 1547 году, сейчас там проживают около 50 человек. Владыка Яков вместе с прихожанами, жителями поселения, провел чин освящения. Теперь здесь можно будет проводить церковные службы и просто помолиться в праздники и выходные дни. Обзавестись святым местом, хоть небольшой часовенкой, жители деревни Куя хотели давно. Идейным организатором куйских прихожан стал сельский старост Александр Слезкин. Летом 2014 года в Кую пригласили владыку Якова для того, чтобы выбрать и осветить место под строительство часовни. Строили всей деревней. Спонсоры, конечно, помогали с Красного, от Колесников Николай Петрович, с этого Транзит, потом частные лица Неверов Анатолий Леонидович. Это которые нам именно материал давали. Чупровы, Леонтий Михайлович, Матвей Михайлович, Таратин Виктор Александрович. Ну а строили, в общем-то, своими силами. Это именно люди, которые в деревне здесь родились, которые проживают, ну и приезжали на обшивку с города. До революции в Кую стояла богатая деревянная Георгиевская церковь на кирпичном фундаменте. 170 лет назад, в 1847 году, ее перевезли из Пустозерска. Кстати, фундамент сохранился до наших дней. Правда, сейчас это место занято складом Нижнепечорского потреб общества. По словам селян, склад сейчас не востребован и, возможно, место вскоре будет свободно. Тогда на фундаменте Георгиевской церкви можно будет установить обетный камень или памятный знак. И особенно в этот день очевидно, что и в нашей заполярной земле пришло время исполнению древних пророчеств. Господь воззовет прошедшее. Снова люди смогут приходить сюда, молиться. И эта теплая молитва, ее каждый сегодня ощутил в своих сердцах. Мне было так отрадно видеть лица наших бабушек, старушек, женщин, мужчин, пришедших сюда, потому что только верой живет сердце русского человека. Теперь за часовенкой будут присматривать прихожане. Открывать на праздники и выходные, чтобы сельчане могли поставить свечки и помолиться. А с приездом в деревню священников здесь будут проходить церковные службы. Ольга Русул, Александр Бабрякович, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Лучших журналистов по итогам прошлого года отметили в Ненецком округе. Традиционно в канун праздника Дня российской печати в Наринмаре подводили итоги конкурса «Золотое пюро Ненецкого округа-2017». Церемония награждения состоялась в КДЦ «Арктика». В конкурсе приняли участие 18 представителей региональных СМИ, журналисты и коллективы редакций. На рассмотрение комиссии они представили 35 материалов. Победители определяли в пяти номинациях. Эта работа, конечно же, очень непростая, потому что за очень короткое время необходимо было просмотреть множество сюжетов, репортажей, публикаций. И что хочется отметить, и отмечает жюри, что с каждым годом ваше перо, ваши перья становятся более отточенными. Лучшим творческим проектом жюри признала информационно-аналитическую программу «События недели». Это совместный проект двух телекомпаний Ненецкой ТРК и Поморье. Корреспондент газеты Нарьяна Виндер Андрей Торопов стал победителем в номинации «Репортаж король журналистики». Алина Ваучейская, старший редактор телеканала «Россия-1» Нарьян Марк, получила золотое перо за материал «Году экологии» об уникальной природе острова Матвеев. А главный редактор газеты Нарьяна Виндер Галина Торцева пополнила личную и редакционную копилку наград еще одним золотым пером. Благодаря материалу его искали 20 лет, а помогла найти газета. Редактор старейшего в НАО издания стал лауреатом номинации «Году добра» в Ненецком автономном округе. Ее материал признан лучшим не только с профессиональной точки зрения, он действительно помог людям встретиться и обрести утраченные родственные связи. И вдруг увидела глаза одного человека, который сидел в сторонке в коляске. Мне сказали, что он не разговаривает, но как-то потихонечку-потихонечку я его разговаривала. В номинации «Твои люди. Округ. Старшее поколение» конкурсной комиссии отмечен спецрепортаж в памяти героического экипажа буксира «Комсомолец» Надежды Качеговой, старшего редактора телеканала «Россия-1» Нарьянмар. В ответной речи Надежда поблагодарила всех, кто оказывает содействие журналистам в их работе, но и посетовала, что зачастую чиновники администрации очень плохо идут на контакт, используют стандартные отговорки. «Зачастую мы слышим отказы, иной раз звучит очень гениальная фраза, что мы работаем в этом направлении. Больше, к сожалению, никаких подробностей не озвучивается». В свою очередь присутствующий на торжестве глава региона Александр Цибульский заверил, что впредь они будут сговорчивее, иначе журналистам можно жаловаться ему напрямую. Еще две работы жюри конкурса определили достойным специальных призов. Так, в номинации «Успех года» отмечена творческая группа, создавшая видеоролик «В Нарьянмаре не тает лед». Он изготовлен командой энтузиастов, творческих и креативных людей, живущих в округе. Еще один специальный приз в номинации «Прорыв года» присужден информационному агентству НАУ-24. В завершении церемонии глава региона Александр Цибульский объявил окружным журналистам о старте еще одного конкурса. Я хотел бы, чтобы лучший из вас прошел стажировку в издательственном доме «Известия». Как вы знаете, это сегодня издательский дом первый, по цитированности, в России. Эта договоренность уже достигнута. Главной наградой нового конкурса станет бесплатная стажировка в одном из ведущих информационных агентств России. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Бал маскарад на льду прошел в Наринмаре. В канун Старого Нового Года на катке спортивного центра «Лидер» собрались любители ярких красок и зимних развлечений. В атмосферу новогодней сказки погрузилась и наш корреспондент Любовь Пермякова. Старый Новый Год в окружной столице произошло настоящее волшебство. Более ста сказочных героев собрались на одной ледовой площадке. С Новым Годом! Дед Морозы, Снегурочки, Короли и Королевы, Лисы, Зайцы, Снеговики, Шреки и другие жители сказок в этот вечер под живую музыку выписывали на льду незамысловатые пируэты. Карнавальный костюм для каждого участника стал не просто новым волшебным образом, а пропуском на сам праздник. Когда делают костюмы, делают их всей семьей. Мы делали костюмы вместе, это сплачивает семьи. Сейчас мы костюмы покупаем в магазинах, а раньше мы делали дизайнный костюм, придумывали их. И начиная с ноября месяца воплощали их жизнь. Этим мы и занялись в этом году. Да, немного выдумки и идея готова уже, костюм. Более просто шьется, поэтому... Сама шила, да? Юбку и украшение сама. Единственное, детская маска на голове, а так все сам. Во-первых, я один раз в год стою на коньки, и всех увидеть в другом облуа, конечно, это интересно. Кто-то, как Людмила Деткова, раз в год становится на коньки, а кто-то первый раз в жизни. Например, Андрей Кузнецов. Сегодня он в образе Деда Мороза. Пока главному хозяину зимы причудливые узоры на льду рисовать очень сложно. Да, я первый раз в жизни встал на коньки в этом году. Давно мечтал, вот мечты сбываются. Непередаваемое ощущение. Я вот сейчас выходил, еле-еле, у меня все трясется. Вот меня прокатили тут метров 10, у меня уже все ноги устали. Сегодня сделал первые шаги на льду еще один Дед Мороз. Первый заместитель губернатора округа Юрий Мурадов. Как у вас настроение? Прекрасное настроение. В Норианмаре вообще на улицах города всегда прекрасное настроение. Это то, чем он отличается от многих других российских городов. На самом деле контраст очень большой и действительно видно, что ходят по улицам улыбающиеся дети, учащиеся кататься на коньках, взрослые. Бывает и так. Вы сегодня тоже, я знаю, да, первый раз на коньках? Да, надо начинать и привыкать к зимним видам спорта. Кстати, к зимним видам спорта не привыкать одному из участников карнавала Александру Семенову. Он привлек наше внимание виртуозным катанием и костюмам хоккеиста. Когда-то делали пробные варианты, это для нашей компании, команды. Одну пробную делали, ее не одобрили. А мне осталось она по наследству. И теперь я с гордостью ношу. Мы сегодня, как всегда, с дочкой. Поддерживаю спортивный год. Завершили спортивный год. Все очень хорошо, очень настроение хорошее. Всех хотим поздравить. С Новым годом, за всеми праздниками. И самое главное, пожелать всем быть счастливыми. А к счастью, все прилагается. В общем, праздник получился волшебным. Многочисленные гости с удовольствием покатались на коньках, поучаствовали в веселых конкурсах и танцевальных флешмобах. Закончилась ледовая встреча дружным хороводом. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Татьянин день в Наринмаре пройдут мероприятия Всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять». Напомню, фестиваль по инициативе Минстроя России проводится во всех регионах страны на общественных площадках, благоустроенных в 2017 году, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 25 января в Наринмаре на построенной в 2017 году в рамках приоритетного проекта площадки пройдет массовое гуляние наринмарцев и окружных студентов. В программе праздника – национальные игры, мастер-классы от некоммерческих организаций региона. В целом, на благоустроенных площадках окружной столицы и поселка Искателей фестиваль будет проходить вплоть до наступления весны. В рамках него в Наринмаре проведут конкурсы «Крылья Арктики» и «Мисс Сюардесса» с участием наработников Наринмарского объединенного авиаотряда, а также праздник «Солнце выходи». На праздничных площадках города будет организован мобильный пункт приема заявок с предложениями по благоустройству от жителей окружной столицы на 2018 год. Напомню, с 11 января в разных районах города размещены стенды и специальные конверты для сбора предложений от активных горожан по созданию в Наринмаре новых общественных территорий. Предложения принимаются до 9 февраля. Такова была информационная картина этого дня. Посмотреть наши новости вы также можете и на сайте по адресу www.trk.ru. Далее смотрите прогноз погоды.